МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Пожар, который вспыхнул вчера на маслозаводе в Шумерле, локализовали лишь к 10 часам вечера. Огонь уничтожил склад готовой продукции и повредил расположенный рядом производственный цех. Никто из работников предприятия не пострадал. Пожар на предприятии «Молочное дело Ивне» начался в 3 часа дня. Огнем был охвачен двухэтажный кирпичный склад готовой продукции общей площадью 720 квадратных метров. В тушении было задействовано 52 человека и 21 единица техники. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. Предпринимательными мерами потушения пожара спасены производственные здания, предприятия. Распространение пожара на соседние здания не допущено. При тушении пожара пожароспасательными подразделениями эвакуированы 30 человек работников предприятия. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Всего с начала года в Чувашии произошел 131 пожар. 22 человека погибли. Общий материальный ущерб составил почти 4 миллиона рублей. Сотрудники МЧС просят жителей быть внимательными и соблюдать технику противопожарной безопасности. По статистике, в 8 из 10 случаев виноваты люди. Ольга Алексеева, Ольга Семенова, Александр Отяков, Республика. Глава Республики поручил правительству ускорить работу по переселению граждан из ветхого жилья. Сейчас в таких домах проживают более 800 человек. Уже в этом году планируется расселить жителей города Шумерля из двух аварийных домов. Для этих целей с фонда содействия реформированию ЖКХ выделено около 40 миллионов рублей. Также мы активно сегодня ведем работу по включению, ускорению процессов переселения по другим муниципальным образованиям. Это в частности по городу Чебоксары. 7 домов. По Шумерле оставшиеся еще 2 дома. И по Чебоксарскому району 2 дома. В хозяйствах Республики полным ходом идет подготовка к весенним полевым работам. Первым делом проверяют технику и семенной материал. Кузнецом были его дед и прадед. Так что еще со школьной скамьи Анатолий Павлов старался перенять их опыт. В том, что это его призвание, он ни разу не усомнился. В полном порядке должны быть все 100 единиц землеобрабатывающей техники. Посевная должна пройти без сбоев. Удобрения мы закупили в этом году. Достаточно около 1000 тонн. Основное направление – молочное направление. У нас животноводство. У нас на сегодняшний день 9,5 тысяч гектаров земли. Вот на этой земле мы работаем. Часть зерновой, а остальные заготовим корма для животных. В этом году предстоит посеять зерновые на площади почти 3000 гектаров. Сейчас семена проходят строгий отбор. Их просеивают, сортируют, сушат. Готовят для себя и на продажу. Вот пипикон у нас в большей мешке стоят на продажу. Где-то 20 лет работаем. Как сначала. С новым машинами работать легче. Еще один важный этап весенних работ – удобрение земель. В хозяйстве ждут около 400 тонн аммиачной селитры. Запланировано в этом году зерновые посеять на площади 2700 гектаров. Из них у нас на семенные цели обычно отводится где-то 700 гектаров. Аграрии прогнозируют, что этот год на поля не выйдут раньше. К середине марта все должно быть готово на 100%. Проект «Здоровое зрение» расширяет свои границы. Афтермологический кабинет открылся на базе Канажского межтерриториального медицинского центра. Благодаря современному оборудованию появилась возможность лечить заболевания глаз, не выезжая из района. Из 11 тысяч детей, стоящих на учете в центре, у 570 есть проблемы со зрением. Им всем нужна помощь. Специализированные тренажеры, аппараты для тренировки глазных мышц, лечебные очки и таблицы. Современная афтермология предлагает различные методы лечения и профилактики зрения. Пациент должен сидеть на нескольких приборах, 5-6 приборов одновременно. По времени это занимает где-то около 50 почти минут. И комплексное лечение должно составлять не менее 10 процедур. Бывают и врожденные заболевания. Их приходится лечить годами. Родители с детьми раньше ездили для этого в Чебоксары. Сейчас все изменилось. Мы обратились к окулисту с проблемой, у нас начали косить глаза. И года два назад нас прооперировали, мы начали ездить на лечение. На аппаратное лечение в Чебоксары. Сейчас я очень рада, что в нашем городе, в нашей поликлинике открылся такой кабинет. И нам не придется никуда ездить. Специалисты хотят пойти дальше. Расширить перечень услуг и даже оказывать их взрослым. В 2021 году мы планируем те оперативные вмешательства, которые возможно проводить на амбулаторном этапе. Мы хотим организовать данный вид работы у себя в центре. Специалистами республиканского офтальмологического диспансера. Сотовые телефоны, планшеты, компьютеры, в которых дети сидят часами, обострили проблему сохранения зрения. Специалисты все же советуют родителям контролировать время и почаще устраивать перерывы. Важно и здоровое питание. Школы Чувашии принимают участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры». На занятиях учащихся знакомят с правилами кибербезопасности, которые позволяют защитить личные данные. Прошедшее обучение получают памятные сертификаты. В этом году первый блок занятий продлится до 22 февраля. Он посвящен теме «Приватность в цифровом мире». Ученики узнают, какие именно данные нужно скрыть от посторонних или какие разрешения нельзя давать приложениям на смартфоне. Пройти урок можно в любое время и в любом месте в школе с учителем и одноклассниками или дома самостоятельно вместе с родителями. Обучение доступно как с компьютера, так и со смартфона или планшета. От Дагестана до Ямала Ненецкого автономного округа. Уже на протяжении трех десятков лет массовый зимний марафон «Лыжня России» объединяет тысячи любителей спорта в разных уголках нашей страны. Одной из самых массовых состязаний охватило в этом году 72 региона. И Чувашия в их числе. В минувшие выходные вся Чувашская республика превратилась в одну большую трассу, за исключением населенных пунктов, где заезд не смогли провести из-за сильного гололеда. Лыжная гонка стартовала в полдень, открыл ее глава Чувашии Олег Николаев. Такие праздники, они очень важны для того, чтобы и развивать активность, прежде всего, среди подрастающего поколения. Радуюсь, что очень много молодежи сегодня. Ну и, конечно же, это праздники для профессионалов, для спортсменов, лыжников, для того, чтобы в очередной раз испытать себя. Почти 35 тысяч жителей республики стали участниками лыжни России. В этом году забеги поделены на 6 возрастных групп. Поменялся и сам формат. В стартах могли принять участие только предварительно зарегистрировавшиеся жители Чувашии. Возрастные ограничения до 65 лет. Ограничение было по приказу Роспотребнадзора 65 лет и старше, не допускать. Мы придерживаемся и просто не допустили ее. Хотя были некоторые недоразумения именно среди ветеранов. Хотели участвовать, но мы заботимся о здоровье наших граждан. Николай Григорьев сразу обратил на себя внимание нашей съемочной группы. В футболке и шортах зимой. Оказалось, Николай Морж. Ну, каждый год стараюсь я участвовать именно вот так, в таком виде. Все стараюсь с клубом Моржей уговорить своих ребят, что что-то они как не хотят поддерживать. Мне нравится то, что много у нас в Мазарах любителей активного образа жизни. У кого-то старты не задались с самого начала. Че с фингалом? За лыжи дрался, что ли? Нет. За лыжи дрался. За девочку льнулся. Что устал? Да. Сколько проехал? Пять километров. Что было сложного в гонке, расскажи? Гнаться за другими. Зачем за ними гнаться? Что выиграть? Получилось выиграть? Нет. Было очень скользко, и у меня нога все время слетала, вот поэтому я упадала. Первый раз участвовала, замучилась, но все равно второй раз приду. Одной из самых маленьких участниц стала Катя Трофимова. Ей 7 лет, участвует в гонке уже второй раз. Тебе понравилось? Да. Когда я там с маленькой горочкой была, помельче горочка была, там очень круто было ехать. Победителей лыжной гонки наградили медалями, дипломами и кубками, но главным подарком стало хорошее настроение и заряд бодрости. Давай, 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 привезли, давай. Это были главные новости Чувашии к этому часу, а я с вами прощаюсь, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин